Именно в этом здании ровно сто лет назад была провозглашена автономия Дагестана в составе Советской России. Решение это принималось в бывшей столице республики Тимирхан Шуре. Зачитывал резолюцию лично Иосиф Сталин. Тогда он был народным комиссаром по делам национальности. Участие в этом событии принимало более трехсот делегатов, представлявших 30 народов Дагестана. Для Дагестана это огромное значение имело, потому что появлялась своя конституция, появились свои законы. Введение Языкова, даже как Сталин заявлял в декларации, оно и записано в декларации об автономии Дагестана, чем и привлекли на сторону горцев. Сталин сказал, если вы хотите жить по законам шариата, которые в целом не противоречат законам социалистического общества, мы даем вам право жить по этим законам. Поэтому эта декларация была принята единогласно. По словам историков, автономия была велением времени. Новая эпоха требовала иного национально-государственного обустройства Дагестана. Поэтому постулаты той декларации были положительно восприняты многими слоями общества – от дагестанской интеллигенции до простых горцев. Про возглашение автономии республики привело к культурному и экономическому подъему, стало стимулом для национального развития. За вековую историю в Дагестане было реализовано множество масштабных проектов и построены десятки важнейших объектов. Это заводы и фабрики, школы, вузы и дома культуры, дороги и мосты, больницы и электростанции. Про возглашение автономии повлияло на то, что Дагестан нуждался в дальнейшей помощи в развитии экономики и культуры Дагестана. Поэтому они в первую очередь ориентировались не на какие-нибудь иностранные государства, Турции и так далее, а ориентировались как раз на Российской Федерации. В годы Гражданской войны огромные разрушения были, экономика упала. И только в составе Российской Федерации можно было все это восстановить. Примечательно, что сцену про возглашение автономии запечатлил на своей картине первый художник-дагестанец Муэддин Араби Джималь. Правда, на ней нет многих дагестанских государственных деятелей, которые внесли большой вклад в принятие автономии в республике. В их числе Джилалайдин Каркмасов, Саид Габиев и Тахагоди. Вручаться до достоверности изображенных здесь персонажей не приходится. Почему? Потому что большая часть президиума в 30-х годах, в 37-м году была репрессирована. Но ввиду этого художник, конечно, не рискнул их изобразить на своем полотне. Но два человека здесь – это исторические персонажи. Это Серго Орджоникидзе, вот Бюст его находится здесь рядом, который тоже внес довольно большой вклад в развитие экономики Дагестана. И сам народный комиссар по национальным вопросам Иосиф Сталин. А еще в музее, как реликвия, стоит стол, обитый зеленым сукном. Именно за ним и была подписана судьбоносная декларация. Декларация, которая, по мнению многих историков, впервые за всю многовековую историю Дагестана объединила все народы республики в единое государственное образование. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Буйнакск, Махачкала.